Бить тревогу местные жители начали 9 лет назад. Речь идёт о жилищном садовом товариществе индивидуальных застройщиков «Зелёный Гай», которая обосновалась на склоне у железной дороги возле угольного терминала. По словам старожил, садовые участки на оползневом склоне Келенбалки стали осваивать ещё в начале 50-х годов. Долгое время узаконить землю не удавалось. А в 2006-м хозяева получили разрешение, и строительство коттеджей началось полным ходом. Во дворе дома номер 11 по улице Адмирала Макарова стали появляться карстовые воронки. По стенам дома пошли трещины. В округе пересохли родники. Район такой, что здесь подземный город, здесь всё испещено. Здесь нельзя вообще ничего трогать. А это предмет архитектуры нашего Макарова. Архитектор был удостоен Сталинской премии. Выстрев это. Но поскольку с таким учётом, что здесь никогда не будет производиться каких-то ещё дополнительных работ. После того, как стало происходить, трещины у людей пошли в доме. Пол где-то шататься стал. На стенах трещины появляются. Она планомерно, потихонечку идёт к разрушению. Архитекторы ранее продумали застройку этого района. Это исторический район. Здесь были отведены ручьи в Ушаковую балку. Однако же на выделенных участках там была каптажная система, которая именно и отводила ручьи в Ушаковую балку. Но хозяева этих участков, они как бы посчитали это своей собственностью, выкорчевали очевидно. И теперь вот эти вот воды, они гуляют под нашими домами, вымывая карстовые провалы и мокнут у нас подъезды. После очередного обрушения породы жители с жалобой обратились в чрезвычайное ведомство. Были поставлены маячки на здание. Карстовый провал, который образовался, был засыпан щебнем. И департаментом городского хозяйства управляющей компанией была поставлена задача наблюдать за состоянием жилых зданий и за данными оползневыми процессами, которые наблюдаются здесь. Ушакова балка имеет статус особо охраняемой природной территории. Склон входит в границы поселения исторического значения. А дома на улице Адмирала Макарова являются объектами культурного наследия. К тому же часть садовых участков на склоне Келенбалки находится в санитарной зоне железной дороги. Почему здесь вообще разрешили вести строительные работы, неизвестно. С 1956 года на этом участке происходит медленное растворение и разуплотнение известняков. Таков вывод геологической экспертизы, которую проводили в 2016 году. С заключением присутствующих ознакомил председатель постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов. Это результат анализа некоторого, который был сделан государственным унитарным предприятием Республики Крым. Крым геология. Выводы. Значит, это участок оползнеопасный, средней оползнеопасный и потенциально оползнеопасный. Здесь рассказано о том, что нарушение столько подводных вод могут привести к развитию оползневых деформаций. Сводом в эксплуатацию Крымского моста Севастопольская железная дорога снова начнет функционировать в полную силу. Нагрузка на этот участок возрастет в разы. Грунт здесь состоит из нескольких рыхлых пород, которые могут дать смещение по всему склону. Дорога уже деформировалась. Я так понимаю, что это следующий шаг, активизировать нашу прокуратуру в части детального рассмотрения той ситуации, которая здесь возникла. Потому что я говорю, это вот железная дорога, это санитарная зона железной дороги, это охранная зона памятника культурного наследия, это опять же ботанический сад, как природа, памятник природного наследия. Так что вот с этих позиций, наверное, и будем действовать. Ксения Богинская, Севун, Форумбюро.